Друзья, всех приветствую! Меня зовут Юлия Фишер, я дошкольный педагог-психолог, помогаю вам правильно развивать и воспитывать ваших деток. Вы задаете вопросы, я на них отвечаю. Сегодня читаю письмо от 7 октября. Анна пишет, истерики целыми днями и непослушание. 3 и 6. Добрый день, Юлия! Здравствуйте, Анна! Позвольте поблагодарить вас за вашу работу. Спасибо. Раньше смотрела ваше видео о развитии играх, а теперь стала смотреть рубрику «Вопрос-ответ», чтобы найти информацию для себя. Дочери 3 и 6. Преждевременные роды самостоятельно, 34 недели. Абгар 8 и 9. Первые несколько дней дочь лежала одна в реанимации. Я приходила к ней, когда позволяли. Затем вместе лежали в ОПН, набирали массу. Отставание было только потому, когда дочка начала держать голову. Далее все остальное было в срок, как у доношенного ребенка. Весь первый год с остеопатом провели. На учете у невролога никогда не стояли, никогда все было хорошо. Невролог был очень грамотный, не из поликлиника по месту жительства. С рождения дочь очень любознательная, веселая, спокойная, особенных истерик не было. До возраста 3 лет. Ну, пока кризис не пришел. Ближе к этому возрасту появились незначительно кратковременные капризы. А вот теперь начался просто ад. Ну, видимо, в кризисе. В 3-4 пошли в сад. То есть в кризисе пошли в сад, да, получается. До возраста 3 лет, да, получается, в кризисе в сад пошли. В 3-4 пошли в сад, подготавливали заранее, очень, очень заранее. Все рассказывали, гуляли рядом, книжки читали. И режим соответствовал садовскому, в принципе, всегда. Время приема пищи с нас совпадало. Дочери было любопытно, что же это такое за сад. Первую неделю отходила с удовольствием и интересом. Потом она подхватила вирус, лечились. После болезни, когда пошли снова в сад, начались капризы, что не хочет. Да, ну, классика. Не пойдет. Сон ночной стал немного беспокойным. И вот на протяжении полутора месяцев так и ходим. Вечером разговор о том, что дочь не хочет идти в детский сад. Какие там скучно, что она хочет быть со мной. Утром, если папа отводится в сад, то с ним уходит из дома спокойно. В группу заходит хорошо. Если отвожу я, ну, как всегда из мам веревки вьют, если отвожу я, то воспитатель отрывает ее от меня. Дочь говорит, мам, давай пообнимемся. Мы обнимаемся, она начинает хныкать, и обнимания могут длиться бесконечно. Да, чем короче расставание, тем лучше. Когда забирает, то тоже бежит ко мне словами. Почему ты не пришла пораньше за мной? Я тебя ждала. В нашей группе большинство детей постарше моей дочери. Это хорошо. И они ходят в сад уже длительно. Несколько детей новеньких и возраста нашего. Несколько раз в раздевалке дети рассказывали мне, что моя дочь все время спрашивает, когда придет мама. Главное, не ревет там. Вот, а так это да, это нормально, это в норме. Воспитатели, медики говорят, что дочь в саду себя чувствует хорошо. Ну все, адаптация, значит, пройдена. Даже спрашивали, ходили ли мы уже куда-то в группу. Возможно, в другой сад раньше. Вечером дочка дома часто играет в детский сад со своими игрушками. Режимные моменты проигрывает. Все в позитивном ключе. Ну, классно. В последний месяц дочь стала не похожа на себя. Каприза из ничего. Не так, поставили не то, подали. Ну, кризис трех лет прям чувствуется. Не тот цвет, не надо размешивать, не та ложка и так далее. Ага, и так далее. По любому поводу. Последние несколько дней просто ад. Подхватили вирус, лечим сопли. 50% нашего общения ноет, просто ноет и куксится. Мама, подай, мама, застегни. И все в таком духе. Еще очень сильно стала протестовать просто все поперек. Говорю, надо надеть носки, потому что сейчас холодно дома. Придется спать в носках. Не укрывать никогда. Ответ, нет, я не буду. И начинается ор. Ну, и не хочется, не надо. Просто на пустом месте. Да, ну, это прям кризис трех лет. Открывайте плейлист, наверное, воспитания. Наверное, я туда все положила эти видео про кризис трех лет. Заходите в плейлист воспитания и там набирайте видео кризис трех лет. Вот, там мы подробно все обсуждали. Это у нее сейчас межполусфарная симметрия. Там сейчас становление вот этого я, своей личности. Сейчас вообще там не до родителей. Она противна не потому, что она противна, и потому что вы там какие-то там тоже противны. А потому что у нее там свои разборки в голове идут. И пока сейчас там не выяснит левое и правое полушария, кто там главенствует, и кто над кем, кто кем управляет, и кто подчиняется. Пока вот эта личность не появится, ей нужно пройти вот это вот. Она сама не знает, что она хочет. Вот они такие дети. Хочу, дали ей, ой, я не хочу. Хочу туда, на тебе, ой, не хочу. Просто на все соглашайтесь. И чем больше вы будете с ней соглашаться, чем меньше вы будете спорить, тем быстрее закончится этот кризис. И все. Нет, я не буду. Ну, да, хорошо, не ешь. Не хочешь носки? Ну, не надо. Ну, ноги замерзутся. Пусть это на ее ответственности будет, и она примет решение, что у нее ноги замерзли и наденет эти носки сама. Вот. И желательно у таких вот бешеных детей, скажем так, в кризисе, за них ничего не решать и не принимать решение. Вот сейчас сменится режимный момент. Вот спрашивайте, прежде чем сменить этот режимный момент. Ну что, спать идем? Ну что, все закончили? Или там пойдем гулять и пойдем направо-налево? Ну что наденешь, розовый колгот или голубый? То есть вы не оспариваете факт, что вам нужно сейчас этому ребенку надеть носки. Вы просто оспариваете факт, какие носки надень. Ты сейчас розовый наденешь или там бирюзовый какие-нибудь. И она уже будет обдумывать факт не того, что ей носки нужно надеть, а факт, какие носки нужно надеть. И не будет с вами скандалить по поводу того, что я не хочу носки надевать. В общем, постарайтесь побольше спрашивать мнений, когда вам без разницы, что она сейчас делает. Это или это, съест она это или это, пойдет она там туда-то или туда-то. Когда не без разницы, а вот нужно идти в сад, тут не спрашивайте. Просто спрашивайте, в каком платье пойдешь. То есть вы ее не спрашиваете, пойдешь ли в сад-то вообще, а просто в каком ты платье. То есть здесь уже табу, ты в сад идешь. Это уже не обсуждается. А вот в каком платье пойдешь, это ты выбирай сама. И поменьше спорьте, и спокойно, как удав будете, быстрее пройдет этот кризис. Так, и начинается орор, просто в пустом месте. Так, так-та-та-та. При этом очень сильно ко мне привязана дочь. Ну да, ей нужна сейчас поддержка, внимание, а только от матери она может ее получить. Поэтому сейчас и побольше обнимайте, и целуйте. И, как я тебя понимаю, да, ты расстроена, а почему ты расстроена, тра-та-та. Разговорите на это дело, на эту тему. И старайтесь поменьше советов, а просто вот повторять. Ты расстроена, да? Да, я понимаю, что ты расстроена. Ну, можно спросить, а почему ты расстроена, да? А советов не нужно было это делать, а тогда бы это не разбилось и не порвалось. Вас никто не спрашивает. Просто вот, да-да, ты расстроен, да, разбился, я понимаю, я тоже бы расстроилась. Ну, вот как-то так и спокойнее будет. Так, постоянно требует внимания еще больше дать, потому что ей противно изнутри, ей нужно как-то успокоиться. А родители, как правило, помогают успокоиться. Чем есть, хотя, на мой взгляд, уже больше-то и некуда. Я просто выбиваюсь из сил наизнанку, что ли, наизнанку, что ли, вывернуться. Думаю, возможно, это тяжело добытаться мне в детском саду. Нет, видимо, вы не смотрели видео наше в плейлисте «Детский сад», что такое адаптация. Она бывает легкая, средняя, тяжелая, тяжелая три месяца, когда ребенок ночью не спит, и запинки в речи, и подписывание, и навязчивое движение. Там очень тяжелая картина, тяжелая адаптация. Видимо, вы не смотрели. То есть у вас даже и нелегкая, у вас уже давно закончилась адаптация. Потому что такого поведения не было, просто не было. Были капризы, но вот трэш и скандалов не было. Я совершенно не понимаю, что делать. Посмотрите видео «Кризис трех лет». Может быть, попробовать не водить в детский сад в месяц? Нет, не надо. С полутора лет занимаюсь дочкой, люблю саморазвивающие пособия игры. Мне это доставляет удовольствие. Очень много читаем. Телевизор мультики пока не поддерживают для ее возраста. Все правильно, смотрим очень редко. Гаджетов нет. Всегда много гуляем. Гуляли до того, как пошли в сад. Теперь гуляем только по выходным. По возможности после сада, но в целом, конечно, намного меньше, чем раньше. Еще в воспитании откровенно говорят, что она сама недовольна программой. У детей целый день занятий, занятий, занятий. Времени на свободную игру нет. Ну да, там так и есть. Режимные моменты очень плотные. Только вечером, да. Но там уже забирают родителей вечно. Верно. В общем, я в полной растерянности вижу, что все идет не так, а что делать не знаю. Ну, рассказала. Забыл сказать, что на дневной сон дочь осталась в первую неделю. Воспитатель настояла, и я доверилась ей. И теперь думаю, что слишком быстро все произошло. Сад вообще выкиньте из головы. Вы описали картину, что с папой идет нормально. И все. Это уже показатель того, что адаптация какая-либо закончилась. Если бы и от отца оторвали. И вы ушли, и она еще там час-полтора. Но это и... Ну, в общем, там картина совсем другая. Посмотрите. Не буду сейчас остановиться на этом. Да. В общем, адаптации вообще никакой нет. Она уже пройдена. Хочется помочь своей дочери. Она сензитивна и впечатлительна. Хочется прислушиваться к ней. Мак не можете ввести и все дополнительно. Но не идти на поводу. Не знаю, как сделать правильно. Мне сложно понять, манипуляция это или нет. Ну да, вами она манипулирует однозначно. Потому что с отцом, видите, она другая. Пошла в сад и пошла. А с вами там она истерики устраивает. Вот тоже постарайтесь немножечко в правила ее вернуть. Но мягко. Но такие скандалы я просто не выдержу каждый день. Какие-то качели получаются. С одной стороны, она по всякой мелочи будет бежать ко мне. Затягни, подай, надень. С другой стороны, если важный момент нужно сделать, то там все наоборот не буду, не хочу и нет. Все объясняешь, рассказываешь, пример привозишь. Дождь соглашается, через 5 минут все повторяется заново. Поменьше фонити, как я говорила. Побольше действия. Юля получила длинное-предлинное письмо с вопросом. Я буду с огромным нетерпением ждать вашего ответа. Заранее благодарю вас. Все, все, ответила. Кризис трех лет. Смотрим дополнительное видео о кризисе трех лет в плейлисте воспитания. 7 октября она написала. 3,6 истерики, в общем, целыми днями и непослушанием. Ответила. Друзья, меня зовут Юлия Фишер. Дошкольный педагог-психолог. Больше 25 лет. Занимаюсь дошкольниками. Пишите письма, задавайте вопросы. Будете вместе воспитывать ваших деток. Почта есть под каждым видео в описании. Раскрывает нам описание. И там много полезных ссылок. Увидимся.